Первую часть этой программы мы снимали год назад по разным причинам, финал только сейчас. Я спрашивала, слушала, порой провоцировала, все, чтобы услышать на самом деле правду. То, о чем они готовы говорить, но о чем мы, журналисты, не так-то глубоко и спрашиваем. Это программа «Зорки», меня зовут Юлия Бонд. Ну что, Виталик, ты готов смотреть? Я всегда готов смотреть, трогать руками, как всегда нельзя. Ну ты можешь комментировать, я просто зритель, никаких каверзных вопросов, ничего. Ну давай, давай. Ну что, первый человек у нас. Я волнуюсь. Ты знаешь, никогда не было такого прямого общения, только, возможно, через Facebook, Instagram, какие-то комменты. Ну, к сожалению, жизнь такая, что переходим на общение именно уже в виртуальный мир, да. Ну, веселый, веселый чувак, абсолютно стебные образы. Каждый раз он выкладывает на Facebook, с Белтеля радио компании. Я не знаю, как он ведет передачу, но думаю, что, наверное, очень веселая передача. Это было год назад, может быть, вы уже познакомились? Мы вот с Сашей как раз-таки не познакомились. То есть, ну я то, он клевый чувак, все время хочется ему пожать руку при встрече. Ну, блин, я же его не знаю. То есть, как бы, но он достоин уважения. Ты видела его кубики? Нет, но я бы посмотрела. Вот, а многие и потрогать хотят. Давай посмотрим, еще есть предложение немного о вашем творчестве, сказал. И о нем? Человек, кубики. Ну, я думаю, что это имеет право быть, и это имеет право быть, но я уверен, что он не претендует на какую-то гламараму, так скажем. Да, ему комфортно, и, ну да, попахивает немного лошизмом, но, ну что? Ну, видишь, как точно подметил. Хотя, с другой стороны, на гламараму-то, я не знаю, что это значит, но мы как раз-таки претендуем. Да, согласен, что попахивает лошизмом, но гламараму не надо отменять. Ничего серьезного. Это музыка стюмная, но, ну, ну, это кому-то интересно. Он, может быть, он неплохой человек, наверняка. Он тоже валит на трэше, как я начинала, да, на такой. Ну, с его образа это, ну, хорошо сочетается с его образом, с моим сочеталось хуже. Что скажешь, ну, вы с вами знакомы? Мы, конечно, с Анной-то мы знакомы. Ну, видишь, как она о себе, молодец, правду сказала. Да. Ну, ладно, ну, а все-таки не зацепила вот ее высказывание. О чем ты говоришь? О чем ты? Она прямо так тебе говорит. Я популярный, известный, любимый человек. Я собираю залы. Анна Бонд. Как раз-таки, да? Кто это? Хорошо. Ну, а по поводу того, что ничего серьезного? Да, ну, конечно, ничего серьезного. Серьезное, это же филармонии. То есть ты так и действительно относишься к этому? Конечно, а как же по-другому относиться? Ничего серьезного. Просто деньги. Хорошие деньги. Ну что, спасибо, Аня. Посмотрим дальше. Еще один у нас интересный персонаж. Лобковского и Карпанова, да. То есть кто бы с кем переспал, за какую сумму? То есть если бы Карпанов был в активе, а Лобковский в пассиве, то Лобковский ободался за 30 тысяч. Ну, думаю... А если наоборот? Карпанов? Не, Карпанов дороже стоит, я думаю. Я тебе поясню. То есть это мы торговали, за сколько бы переспал бы ты с Лобковским и Кильнюк как человек, ну, ближе к этой теме. Переспавший уже, да, со многими? Ну, как бы, ну, не буду утверждать. Комментировал, за какие суммы бы это произошло? Он тебя высоко ценил. Ну, это очень приятно, что меня так высоко ценят, но мне было не все понятно, что такое актив, что такое пассив, да. Это как-то, ну, просто... И поэтому я не могу рассуждать об этом, ну, полноценно, правильно. Ну, с Сашей общаетесь, знакомы? С Сашей, конечно, мы знакомы, общаемся. Где пересекаться? Мы жарили девок вместе в бане. А-а-а. И поэтому мне вот от Саши слышать какие-то неизвестные слова очень, как бы, непривычно. Хорошо, ну, продолжим, может быть, дальше? Парились, я парили. Я сказал, жарили? Ну, это не суть, как есть. Ну, в бане впарят. Не, ну, на самом деле, клевый чувак, просто я его уважаю за... Было недопонимание сначала, когда я увидел его первое... Как это шоу, боже, забыл он. Дрошоу? Да, дрошоу. Реально сначала не понял это шоу. Когда я пересмотрел пару его... Пару раз его пересмотрел, это реально охуенно. Потому что этот степ, тактичность, ни в коем случае не в обиду, как бы, этим звездам, которым брал интервью. Видишь? Вот так. Александр, ведь он тонкой душой человек. А насколько глубинно он может понять другую творческую личность? Ведь я ведь, честно признаюсь, я Сашу тоже сразу недопонимал. Честно? Я вот честно признаюсь, Саша, я тебе недопонимал. Вот эти выбритые виски, да? Вот это все, как бы, петушня. Но он мужик. Он реально мужик. Вы недооцените Виталика. Виталик совладелец отличной сети магазинов и за всей своей кажущейся простотой и дурковатостью, не знаю, как это назвать слово. Скрывается в экране холодный и расчетливый ум, который наверняка знает многое того, о том, о чем не знаем мы. Ну, у тебя серьезно? Очень серьезно. Павел ведь, он говорит, ну, вещь говорит, потому что он знает, с чего я начинал. А я начинал с наперсков на вокзале. И, как бы, ну, как бы, это был хороший старт. И да, мы дошли до сети магазинов. На самом деле у нас холодный расчет. Поэтому, как бы, он говорит дело. Давай посмотрим, он еще кое-что сказал. Но, опять-таки, это было год назад. Возможно, как раз сейчас ситуация изменилась. Многократно это использование своего образа. Да, он Иванушка-дурачок, может быть, в этих самых сэкферах. Да, его, может быть, ругают за то, что слишком много у него вот этих колхозных его шуточек. Но, друзья, давайте не будем забывать то, что это спрос рождает предложение. Это не потому, что Виталик такой. Его даже сейчас, может быть, слишком много. И на одном проекте, который мы сейчас с ним совместно ведем, это, я не буду озвученно занят, это, скажет, как там, денежная лотерея. Как раз я убедился в том, что этот человек весьма прозорлив и дальнозорок. Ха-ха, Карпанов-дурачок. На самом деле все там, ой, совсем не так все просто. Видишь? Видишь, ведь человек с часами дороже 5 долларов, он не может, ну, глупости говорить. Ну, как бы, Пашины слова пока самые ценные. Знаешь, они так делают, как бы, приятно. Ну, как бы, дурак-дураку, да, дурак-дураку. Вот, хорошая фраза, дурак-дураку-рознь. Вот это вот, как бы, Паша оценил это. Но если серьезно, а ожидаемые слова от него или нет? Знаешь что, я тебе скажу так, слова, в принципе, ожидаемые, потому что, вот, допустим, Паша Сыроежкин, у него тоже образ так качка. Но мало кто знает, что он пишет книги вообще, что он пишет статьи, и, может, у него не всегда складно получается говорить, но вот мысль, полет мыслей вот на бумаге, да, он шикарный, он развернут. Поэтому, как бы, слова от этого человека тоже приятные артисту-дураку, да? Давай посмотрим дальше. У нас уже девушки пошли. Виталика тоже знаю много лет, но я к нему положительно отношусь. И еще вот я слышала речь предыдущего собеседника и узнала о том, что Карпанов еще так нехило бизнесует. Ну, так вообще супер, молодец. В этом плане я так даже так, ух, горда стала. Молодец парень. То, что делал Карпанов, когда мы с ним познакомились, это, наверное, год 2007. Мне нравилось. На тот момент это очень выделялось из того, что происходило. И я действительно вот прямо была воодушевлена. Тебе знакомы? Вероника. Да. Ну, конечно, знакомы. Одно время она была вот рядом с группой, она стояла где-то рядом у истоков, то есть как бы... Вашей? Да. Ну, она занималась какими-то там часть, какой-то функции выполняла, да. И это, конечно, человек говорит дело, потому что тогда мы начинали, да, было сложно. В принципе, всегда артистам начинающим тяжело. Ну, как бы, когда тебе что-то поддакивают, подпихивают в спину, ты веришь в себя. Вот я, Вероника, один из тех... Подпихиватель? Подпихиватель, один из тех подпихиватель, что ли. Хорошо. Интересная роль. А я во творчестве могу сказать, что с моей точки зрения это говно. Ну, то есть там нету ничего. Вот так. Ну, видите, Макс, как, скажем так, опытный продюсер, он же делал, говорит. Он же... Но это говно, в принципе, как и топлис, да. Это, ну, как бы, два говна. Дрозды и топлис. Но он же заработает. И мы работаем. Потому что говно, оно почему хорошо? Потому что оно выделяется. И в него... Нет-нет, да вступим. Понимаешь? Понимаю. Но вот как ты вообще относишься к словам, к позициям Максима Олейникова сейчас? Никак, я никак никому, ни к чьей позиции не отношусь. У меня есть своя позиция, к которой я гоню волну. И пофиг на всех, понимаешь? На самом деле, все, что говорится, хорошо, плохо. Да, хорошо, приятно, плохо, не очень. Но нас, про что говорил Максим Олейников, понимаешь? Ты гамму свою, ты гонишь свою волну. Если ты в себя веришь, это твое говно будет работать, понимаешь? И приносить успех и позитив. А Карпанов Виталик, я говорю, он какой-то этот странный, чересчур экспрессивный. Мы даже как-то его троллили периодически. Типа, Виталик, тут у нас в корпорации вот такое полегче, поменьше экспрессии. Но Виталий выходил и от души рвал баян. У него такое корпоративное творчество. У наших, у каких-то большинства звезд, у них какое-то реально корпоративное творчество. Ну, правильно. В принципе, да. Так и есть. Корпоративное творчество. Я никогда не отрицал тот факт, что группа Дрозды была создана на волне корпоративов. То есть мы специально придумывали песни, чтобы под них танцевали. Чтобы нас заказывали на корпоративы. Да, мы закончили все академию музыки, институт культуры. Мы музыканты, все профессионалы. Но что с этим делать? Филармонии платят 300 тысяч. Что ты купишь сейчас на 300 тысяч? Поэтому было принято волевое решение, откладываем балалайки, позабудем немного баха, играем то, чтобы танцуют, чтобы жить. Андрей говорит немножко о переборе. Нет? Играем и перебором на балалайке, да. Перебираем. Кому-то перебор, кому-то недобор. Сложно судить. Перебор, недобор. Но, если мы выносим с корпоратива 5-6 бутылок вина красного и 2 синего, хотел сказать, белого, это уже нормально. Это уже тот литраж, да. Хорошо. На Украине куча таких коллективов, которые берут национальную какую-то такую фишечку, колорит ее гепца, 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 гепца. Я не считаю дроздов колхозниками, я считаю их стебными ребятами, да. То есть вот эта балалайшность, вот эта их вся штука, вот этот национальный корневой колорит, это нормально. То есть они нашли такую свою нишу, веселые-развеселые песенки. Это то, что не получилось у Ильи Месько в свое время, да. Дрозды мне даже напоминает смесь Ляписа Трубецкого с чем-нибудь таким типа, ну не знаю с чем. Ну короче, вот от Ляписа в них что-то есть, да, вот этой вот такой вот душевной нашей штуки белорусской. Как тебе такая длинная речь? Ну, Виталий Воднев, он же работает на корпоративах. Он знает, в принципе, ну как бы, он опытный человек. И в принципе он знает, под что танцуют, под что ведущий чувствует себя неудобно, под что ведущему неловко за данную ситуацию. Бывает же, ну коллектив приглашают, а они не умеют, ну понимаешь, да, как бы, не к месту. Вот Виталик и говорит о том, что, в принципе, ну какой колхоз? Люди пляшут, Верка Сердючка поет. Верка Сердючка колхоз? Колхоз. Говно? Говно. Где Верка Сердючка? Верка Сердючка вот на русском радио. Поэтому, как бы, о чем можно рассуждать? А что касается сравнения с Ляписом, это приятно, нет? Ну, как бы, Ляпис, это же вершина, мы все выросли на АУ, сняли Баре на пятом ладу взяли, понимаешь, и спели эту песню. Конечно же, я не скрывал никогда, что был вдохновлен успехами группы Ласковый май и Ляпис Трубецкой. АУ и Белая роза это то, что мы играем в кавер-версии на всех мероприятиях. Поэтому, конечно же, мы не стремимся к гламураму, мы не за гламураму, мы за то, чтобы коллектив, бухгалтерия, да, к примеру, отдел маркетинга, хорошо себя чувствовал, выпив там, да, хорошего шмурдяка, а недорового какого-нибудь. Это все. Как все? Да, к сожалению, у нас человек несколько потерялось, но я думаю, что основа получена. Кто-то тебя зацепил, кто-то удивил, кто-то порадовал. Ты знаешь, вот еще бы года два-три назад, когда, в принципе, я более серьезно, более эмоционально, что ли, относился к творчеству, и о том, о чем люди говорят, я бы, наверное, ну, как-то... Обеспокоился? Был обеспокоен, да. То есть, я вот сейчас совет всем, делайте, гоните свою волну, возбуждайте, тревожьте, чтобы вас обсирали вообще, да. Типа, Сергей Лобковский, кто ты, говорили, да, зачем ты? Ну, Сережа делает свое дело, он женится на девчонках, простина всех подряд, одинаково выглядящего. Делает пиар в фейсбуке, пишет о том, что спасибо фотографу такому-то, да, спасибо за платье такому-то. И он делает свое дело, понимаешь, как бы к этому и кто не относился. Максим Олейников вполне, да, он может спокойно, он может мне это в глаза сказать. И как бы я скажу, ну, Макс, да, мы с тобой одно дело делаем, в одном говне топчемся. И он согласен. И вот последняя была, я соглашусь, и он согласится. Последняя была какая-то съемка, я прихожу, вижу Макса, суета туда-сюда. Я спрашиваю, Макс, что происходит? На что Макс с опытом говорит, а тебе не похрен. Ну, на самом деле, да, какая разница, ты уже 10 лет в этом варишься, ты должен куда-то прийти, где-то отсняться и уйти. Все, ничего не меняется, лучше не будет. Будет вот так. Ура, спасибо большое, это была программа «Озорки», Виталий Карпанов. Спасибо огромное, «Озорки» вокруг нас. Вокруг нас, иду и вперед. Субтитры сделал DimaTorzok